шалом бреха давайте постараемся немножко пройти назад и попытаться наше путешествие посмотреть что мы уже прошли и когда это систематически выстроить и тогда мы можем направляться продолжить это дальше мы сказали что нужно быть очень осторожным не ли нас от sshm не вызывать не проверять как-то испытывать творца имеется ввиду это есть несколько мы сказали есть несколько вариантов у кого человек он может сказать что он не видит у творца вообще он он видит что здесь какие-то есть люди есть какие-то заведения с какие-то силы которые противодействуют ему и он будет со всеми своими силами воевать он он просто объявляет войну всем что вокруг и и вся его жизнь это именно вот это как как в животном мире он реагирует он и он у него становится такие джунгли где он просто он не видит что что за этим кроется что это есть какой-то план здесь и он и он на самом деле должен увидеть все как нет у него просто он объявляет войну всему что вокруг него это самый низкий уровень человек выше он видит что да это действительно не случайно он понимает что есть хм есть творец и творец полностью управлять этим миром но это не подходит ему это не совпадает с его желаниями мне хочется чтобы у меня была хорошая работа чтобы у меня была прекрасная семья чтобы ко мне хорошо относились и так далее так далее и когда я это не вижу у меня нету какого-то успеха которые моих ожиданий моей карьеры и так далее так далее которые я себе сам поставил я решил что это должно быть так если это так не идет а чем мне это не дает то я не хочу я не хочу меня это не устраивает я объявляю опять же такой бойкот я впадаю в депрессию у меня нету желания чтобы как-то себя опустить голову и как-то пристраиваться к этому плану который на самом деле для меня лучше всего у меня есть свой план и когда он не соответствует с реальностью то я вам выхожу на забастовку это уровень где мы уже видим что есть творец но это мы считаем что мы знаем лучше и что от нас до требуется это понять что есть ашем есть сказано что еврейский народ каше орев у нас мы очень упрямый у нас наша наша возможность повернуть голову или опустить опустить ее это нам дается нелегко сказано что это качество которое нас в пустыне когда мы испытывали творца это почти привело к тому что еврейского народа больше не стало но с другой стороны сказано что мы получили тору именно потому что мы каше орев потому что мы упрямый упрямый народ поэтому это качество оно может и должно использоваться просто в правильную сторону но когда речь идет о как этот мир ведется и как хотя это не соответствует моим представлениям мы должны понять что нет мои представления должны соответствовать тому что ашем хочет от меня поэтому мы мы принимаем это как это есть мы у нас еще выше уровень на это штика это молчание это что-то что мы можем пересилить себя и мы можем даже увидеть что все это к лучшему сегодня был на похоронах такой рабоцин двойра швей в америке город своей она была женой одного из самых больших хороших шив который открыл и шиву и послал туда того рава который больше всего повлиял на мою жизнь и в в испании в травмных речах его сыновья было тяжело слушать что они не могли остановиться плакать каждый из них три сыновья никто из них не мог сказать одно предложение вы просто но что можно было услышать они сказали что она знала как молчать на знал когда молчать и это очень редко можно кому-то это сказать что человек знает когда ему лучше молчать как мы говорим что раб шиман перка вот сказал что не нашел ничего лучше чем штика для своего гуф для молчания своего тела мы скоро это увидим больше в этим то что мы сказали тоже в прошлом уроке один из сыновья сказал очень красиво он сказал что она что рав элисвей этот расшива он был полностью всю свою жизнь для еврейского народа для других это он отдал полностью свою жизнь для для того чтобы была тора в америке и это был полностью даст для свои для всего еврейского народа она отдала всю свою жизнь для него и это тоже вот это параллель как наши как наши отношения с творцом чтобы там то что мы сказали чтобы не было никаких 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 михицот не было ничего что нас нас от него отделяет чтобы мы старались чтобы вот это вот наше желание совпадало совпадало с желанием и плану творца это то что тоже можно перевести на отношение между мужем и женой это совершенно нормально что мы очень разные мужчины и женщины в своей сущности они практически противоположены но как же тогда можно быть одним как же можно быть полностью считаться что мы одно полно одно целое потому что речь идет о наших реценот наших желаниях наших целях как мы сейчас мы может быть очень разные если реценот у нас одни и те же нас один и тот же рацион и одна один и тот же цель наше желание наше направление тогда действительно можно достичь полной гармонии полного мира в этим видим что человек может кричать может плакать и обращаться к творцу с просьбами желаниями и это не противоречит тому что мы сказали до этого потому что молитва твила это не средство получить что-то а это средство чтобы мы соединились творцом мы обращать тем чтобы обращаемся к нему мы уже показываем что мы знаем что все зависит от тебя что ты потом решишь мы принимаем чтобы это не было мы знаем этим мы связываем себя наша душа она возвращается к своему источнику это то что то сущность это сила молитвы который каждый должен понять и использовать ее максимальном виде в так мы мы объяснили что вот это вот неси от хэн то что мы сказали что это особая симпатия который вызывает в небесах когда человек принимает все от этого чтека это молчание принимание это значит что не просто человек молчит а внутри у него нету вот этого взволнованности у него нету этого отчаяния и и жалоб и неприятного чувства что он недоволен он не согласен с этим вот это штика примет это внутреннее молчание это то что отличалась эстер и мордахай мы даже сказано что весь еврейский народ был ужасно недоволен мордахай эстер они были полностью как они себя повели они считают что это все мордахай виноват что все это началось эстер она вроде бы попала в такую важную позицию она не защищает еврейский народ и были огромные негативные не то что эмоции было просто ненависть чуть ли не мордахай эстер и мэдрэш ялкут мэдрэш шимони рассказывается что хотя это все произошло видим что тем что мордахай эстер приняли это все без каких-то негативности против своих своего народа они это приняли только как как с ломик с штика с молчанием это дало им силу их молитвы и и это было именно то что спасает еврейский народ что у человека когда с нами весь пурим он тоже связан с тем что мы даем мы у нас благотворительность у нас все митсвот это бен адам лихавейро это связано с нашими ближними это благотворительность матон сливьоним это шлах молодость мы дарим подарки и симха сама митсвот что у нас потрясающая радость это тоже связано с другими это мишта это пир это мы вместе находимся это все вот то что мордахай эстер то что они перебороли все все то что они приняли так вот эту ненависть они не было никаких претензий и к революша как творцу хотя со всем что происходит вокруг них с этими огромнейшими испытаниями это дало и она силу эту связь и это именно показывает только тогда есть гармония с нашими ближними в когда это происходит тогда именно появляется это шеф это это благословение это обилие которая соединяется потому что тогда человек действительно соединяет свой свой канал свою нишама с небесами и тогда именно хм который постоянно постоянно хочет дать как и у него одни совершенно это не ограничено когда это человек понимает он доверит во все все что мы сказали тогда у него действительно он становится клианса это сосудом которая достойно это принять в после этого мы тоже понимаем как мы сказали что как у праведников у цели ким что у них совершенно другие правила они достигают этого уровня который где их рацион их воля она совпадает с творцом иногда не могут нам дать намек не на могут ножка нас подвинуть в эту сторону и показать что даже у нас тоже есть эта сила часто как известная история с общем что он когда к нам была одна семья один один из его учеников которым годами годами они ждали же них не было детей огромнейшее испытание и в одну один вечером он пришел этот ученик пришел к своему же бы к рабшим шампинга сказал что я уже больше не могу чтобы вы обещали мне что дать богословение что у нас будет или просто я больше не нету возможности и рабшим шампинга сказал ему что он пришел вечером к нему еще позже да и он взял его на свою машину он же ну он был равным афаким афаким это место которое находится в пустыне он поехал с ним и в середине пустыни он останавливается он открывает дверь и выталкивает своего ученика и говорит что оставайся здесь и говори с творцом обращайся к нему он закрывает дверь и уезжает и когда он приезжает через 15-20 минут то он видит что его ученик он весь красный у него глаза глаза весь все в слезах он даже вспотел от всего он как он кричал как он обращался к творцу и ты сказал ты ты видишь ты готов нет хочу еще еще и еще 15 еще 20 минут он вернул возвращается после не сейчас до час и действительно через год рабшим шампинга за пригласили быть санды ком быть на бритму на обрезание их перворожденного он хотел вам показать что да у него тоже есть эта сила он не должен полагаться на кого-то чтобы какие-то посредники у него есть прямая сила к творцу и он может у него это просить как мы сказали что это не должно быть какой-то семьи который только через 30 лет поняла что может быть нет может быть ашем этого не хочет должно быть просто что он полностью обращается к творцу что потом будет это ашем решает он знает как лучше в хазаныш говорит что у человека во время молитвы именно появляется вот этого чувства вот это вот уникальное чувство которое невозможно передать словах что да действительно то что он просит это действительно то что ашем также хочет и тогда у него это продолжается дальше и тогда у него он достигает своей цели в как мы сказали что рацион это ценор рацион это сама воля сама наше желание этот ценор ценор это канал это как труба которая нас подсоединяет и через которую человек может получить если его рацион опять же его его воля его желание рад куда он бежит она совпадает с тем что рацион ашем и мы сказали что это все входит такую реагу дит как смотреть на этот мир по-еврейски да этот взгляд по-еврейски можно назвать мы видим что все наши испытания и все сложности которые человек встречается это только нас продвинуть дальше только только для того чтобы мы уже направились и прошли это эту станцию наших путешествиях и поднимались и чтобы наша душа которая сюда опустилась и набралась вот этих оболочек чтобы она от них освобождается и продвигается выше-выше соединяясь с творцом сегодня мы хотим поговорить о особом барьере особым препятствии которые очень может помешать нам в нашем пути в нашем путешествии в нашей жизни я безусловно не чувствую что я достоин говорить об этом но опять же сказано бумагом шайныш если в месте где нету никого другого тогда я постараюсь передать эту эту мудрость эту информацию насколько можно правильно в сказано в главе мишпатим в как мы сказали в этом есть сурмыра и асэтоф всегда сурмыра нужно отойти от плохого от злого и асэтоф недостаточно только быть пассивными не делать плохое нужно асэтоф нужно делать хорошие и здесь сказано что но яхал двора чтобы человек сказано в торе в главе мишпатим чтобы человек не яхал ли халель не это называется профанизация как зад лучше хилул не осквернял свой свою речь все что киколь ашэйотса мипив ясэ все что выходит из его уст из моего рта ясэ нужно делать мне кажется что если человек что-то сказал надо чтобы он это сделал говорится не только не дарим о клятвах это значит что человек должен быть consistent он должен если он что-то сказал то это должно произойти есть три разных объяснения что это значит первое объяснение это то что мы видим у цадиким у праведников их сила находится в том что их речь настолько правильно настолько концентрирована настолько чиста что когда они дают богословения совет и так далее то это действительно так происходит все что у них так как они берегут свою речь настолько мы сказали до этого что речь это то что нас отделяет от животного мира это то что душа ее язык это речь и сегодня мы покажем что на как это практично с этим что мы должны как можно это беречь значит царь и гойзер праведник что-то решает он что-то дает свой приговор а чем это исполнять почему потому что у него его речь она у нее потрясающая сила почему потому что он не использует ее зря каждое слово которым он говорит она обдумана она есть какая-то цель есть в этом смысл поэтому когда это происходит когда он что-то говорит тогда это действительно имеет максимальный эффект далее другое объяснение это баба сали известный сефардский каббалист он говорил что когда его спросили почему у него есть огромнейшая такая сила во благословениях он сказал что это сказано что хана рук сказано в в шахан рук как это написано где где-то написано сказано что сами ли моим тот кто у него жажда к воде не варех шаколь небе дворо он благословляет шаколь небе дворо он это парафразировал он это поставил запятые немножко по-другому будет сам или моим тот кто жажден вода и мая миле то элла тора он что нету вода это тора на это это символ тор если у не у человека и жажда к торе тогда ми варех он говорит благословение любое благословение которое он кому-то дает шаколь небе дворо все что он сказал его благословение становится как он сказал как его слова имеется ввиду что он человека есть это уровень духовный тогда действительно его слова у них огромнейший вес второе объяснение это мы видим очень ну как бы в повседневной жизни что если человек осторожен со своими словами то яс и он видит что когда он что-то просит кого-то он это говорится родителях дома каком-то управляющим какой-то фирме или естественно наши правильники наше поколение когда они что-то говорят то действительно так это люди слушают когда у человека это яс ими цветут нас это будет сделано если у человек не просто болтает и он про не-не-не-не мы сейчас даже видимо это не только лошанара о злословии и шекер и ложь это как бы ступень ниже но он бережет свои слова если когда человек бережет свои слова тогда его слушают и это исполняется это приходит это становится реальностью в третье объяснение это сам человек если я что-то сказал на как простое объяснение этого поскольку если я что-то сказал то это так и будет я действительно следую тому что я слежу за тем что я говорю я опять же люди видят что вокруг и и особенно в небесах что когда человек что-то обещает он что-то планирует он что-то говорит это он практически это исполняет сам в у дибур услов у речи есть огромнейшая сила потрясающие возможности огромнейший потенциал поэтому почему у нас это иногда не пропадает потому что мы к сожалению мы халель мы это оскверняем это как это проходит профорнизация мы забираем все-таки душу всю эту святость из нашей речи и поэтому к сожалению у нее уже нету наша тфила наша молитва который тоже это именно мы как мы объяснили что только когда это связано с речью это это нельзя просто читать про себя из молитвенника это нужно чтобы это происходило но это опять же это мци это средство это речь поэтому когда мы неправильно используем нашу речь то это имеет к сожалению очень негативный эффект и последствия потому что тогда теряется теряется ее сила наша молитва наше наше окружение и мы должны обратить на это внимание и постараться изменить это лучшую сторону чтобы опять же вернуть к себе вот эту силу эту привилегию чтобы который у нас есть и ее использовать если мы посмотрим сказано в берешит нагар йоцеме эден сказано что есть река который выходит из эден что часть ганэдена ляшко ляшко из эс аган чтобы напоить сад значит нагар река это по каббалистическим значениям это дибур это речь ган то что говорится здесь про ган это тело и эден это нишама это душа другими словами выходит речка которая соединяет ган и эден который соединяет душу и тело мы видим что у дибур у слов у речи есть огромнейший потенциал это то что человек наша жизнь именно вот эта связь души и тело она происходит через дибур через через речь мы увидим как это работает скоро если мы посмотрим на буквы да у нас есть ган это гиммл эден это айн и нагар это нун это получается он и наг и наг это наслаждение если у человека правильно используется его речь это ведет к ему внутреннему наслаждению он испытывает он он чувствуется что он его тело его душа у них они содействуют очень хорошая комбинация не полностью друг другу помогают потому что его дибур именно это выражение это показывает насколько у нас есть гармония между ними дает человеку это наслаждение на каждому человеку нужен этот ойнек наслаждение только ойнек шамес у него это дает ему огромнейшую силу какой-то иммунитет против плохого вокруг него когда мы правильно это используем то и мы убираем этот барьер который нам не дает добраться этого мы убираем эту проблему потому что очень часто мы как 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 те врачи в этой истории мы не видим где на самом деле кроется проблема где источник вот этого царь вот этих страданий которые человек испытывает и когда мы постараемся поставим все это найти тогда можно действительно изменить все как такой трагический пример в одной из собраний о людей которые занимаются большой организации благотворительности выступил один человек и он дал его пример был такой что он слышал что одна женщина она рано утром она зашла в магазин и она спросила она говорит что я не могу не могу найти молоко то это хозяин магазин сказал да да сейчас еще рано они они сегодня еще не привезли нету молока нет ну да еще не привезли скоро скоро будет и она вышла из магазина начала плакать не было истерически плакать что нету молока и он он не мог понять что ну хорошо скоро будет молоко я извиняюсь я извиняюсь но что это не моих силах и горит этот человек который знает знает эту женщину знает и ситуацию не что она не плакала из-за молока на плакал потому что она у нее недавно умер муж она плакала потому что она не может справиться с семью она не она она плакала не за молока это другими словами у человека мы должны понять что вы 8 ну тем что он занимается вот этими это огромнейшей организации ведь не всегда деньги смогут исправить эту проблему нужно понять и помочь каждой семье каждый каждому человеку у которого есть какие-то страдания какие-то сложности нужно действительно посмотреть что действительно кроется за его страданиями то же самое в нашем случае мы должны посмотреть действительно человек может делать много правильных шагов но если и и стараться и так далее как мы делать все все то что мы учим вместе но речь без речи без вот этого опять же махшава и дебур есть наши мысли и то что мы до этого урока мы говорили больше о махшава больше как правильно понимать как правильно смотреть на этот мир и на свою жизнь теперь мы добавляем что кроме махшава есть тоже это часть дебур речь нам нужно начать обращать внимание и опять же не измерять сколько что сколько как можно меньше слов и сегодня сказал это если человек уже обращать внимание на это это у него уже есть какое-то катализация что он хочет над этим работать это то что от нас требуется каждый на своем уровне каждый в своем месте и иногда мы чувствуем что мы находимся в такой среде что если это не злословие если ты лошанара ну там говорят о какой-то ерунде и о разных вещах как политика и других вещах и как бы что что вам делать на нам просто ну человек считает что он у него нету выбора не может стать вдруг каким-то святым человеком и стать и больше не разговаривать о разных вещах которые в общем то он понимает что это пустые слова это потеря время и так далее опять же каждый в своем случае в своей компании мы видим очень часто что когда человек сам начинает за этим следить и он знает ему есть что сказать на и он ищет есть иногда из группы людей которые находятся в общем-то на не далеко не на высоком уровне и ты думаешь но о чем с ней можно говорить может быть какую-то историю рассказать или какую-то там не знаю шутку это если но какие-то даже какие-то еврейские или какие-то даже вещи которые но на очень низком на очень таком уровне потому что что они могут понять видим часто что это не так человек начинает говорить с ними а с этой группы о вещах которые им интересно и это на самом деле не на не кажется что это не на их уровне видим что они да это проникает в сердца и тогда чувствуется что они поднимаются до этого поэтому каждый в своей ситуации он может начать думать начать обращать внимание на это и смотреть чтобы не потерять вот эту огромнейшую силу огромнейший потенциал огромнейшую энергию в которой кроется в нашей речи и в наши твила наши молитвы в лошонара как мы сказали это самая разрушительная сила речи на это сказано что сравнивается что если человек убивает тогда это убивает одного человека и также он виноват тут когда он говорит лошонара он убивает себя он убивает того о ком он говорит кому он говорит это это сила которая мы видим что наказание от нее это нега 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 им нега им это царат это на его коже появляются пятна и во времена в этом игдаш во времена когда у нас был храм у нас был коин ко ним которые приходили они проверяли они нужно было часто изолировать человека потому что это он разрушает общество поэтому как наказание мига нега и мига мера за меру он изолируется из этого общества но также нега как мы видим это те же буквы как он ик он ик и нега это те же буквы ойнек наслаждение когда у человека используют дибур 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 это значит что когда мы используем нашу речь мы получаем вот эту вот огромнейшую энергию сверху и нас и соединяет наше тело нашу нашу и нашу душу и мы тем что мы используем ее это опять же может мы строим этим целый мир и человек строит свой свой дом в следующем мире какие-то происходит потрясающие вещи но если человек использует эту речь как лошонара как засловия как вещи которые это вредят другим тогда речь используется какая-то что-то идет вниз но это не выходит никуда и этот ойнек это наслаждение превращается в нега нега это махташ в той написано что у человека появляется махта махташ это парамейское это 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 что-то закрытое и поэтому тоже закрывают его изолирует он себя он блокирует вот эту вот огромнейшую позитивную вещь которую мог может произойти и он закрывает ее и поэтому у него его даже тело и и вся его духовный уровень он падает так что он метаме как мет он если он становится митсора он становится человек который такая духовная проказа если он входит в дом то вещи становятся там и нечистыми как будто бы он мертвый потому что он именно использует вот этот вот потрясающий дар речи неправильном расположение в неправильном полностью негативном вещи поэтому это вся ойнек превращается в нега нега им в когда он приносит карбонот он 2 цыпа рим 2 маленьких птенцов маленьких птенцов геморраг говорит что потому что птенцы они щебечат и также он он просто если он просто вот так вот говорил 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 не мог остановиться и это привело к тому что он сказал много плохих вещей зачем два птенца взор сказано что один за то что он говорит плохие вещи а другой за что не говорил хороший каждая речь которую ты мог сказать что-то потрясающе позитивная как мы сказали в прошлом шиуре слова спасают жизнь человек может дарить другим жизнь он может дарить и он он может их изменить он может их мотивировать он может делать добиться так много хорошего он использует это негативным это энергия она должна она 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 спускается к нему но она становится нега она становится нега им он превращается мертвого человека виленский гон говорит что за все слова которые даже неплохие слова и человек их не сказал на он получает орагонус этот свет который был скрыт в первые шесть дней который останавливается остается для цедаким для правильников имеется времени не говорим даже лошонара даже не говорим о злословии мы говорим что просто какая-то какой-то чепуха где человек может просто себя осилить и не сказать как это связано мы говорим опять же с нашими темой до этого вот потому что без махшава и дебур и речь мы не сможем никуда добраться в когда человека спрашивают как у тебя дела как как все как что как происходит что что происходит он не у меня не идет плохо плохо он уже провалился он уже к сожалению провалился и он рассказывал ему а одной семье на что им очень плохо она неплохо у них нету денег есть деньги у них нету души духи мне никак не могут конечно еще духи и не мог понять что что происходит я говорю что плохо нет неплохо это и пока он этому заняло время пока он не понял что наши слова они могут они делают это становится реальностью если человек говорит что не как бы не непросто мне тяжело имея я я как бы стараюсь и у меня есть какие-то сложности по пути но если человек что плохо что нету денег нету шедухим нет 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 это 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 этот садик он 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 учил его что мы так не говорим мне отрезаем мы не 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 выносим приговор потому что если у человека речь его ему дорога тогда это имеет силу если у человека и так и так он постоянно использует свою свою речь неправильно тогда чтобы он не сказал то это в этом нету никакой важности в это нет никакой это релевантности но если у человек да он следит за своей речью тогда нужно осторожно как мы это используем что мы говорим сам сказать что плохо тогда может быть это станет реальностью поэтому надо быть опять же когда тебя спрашивают как у тебя дела уже подумай подумай как выразиться надо себя выразиться не если человеку ему нужна помощь ему действительно у него какие-то проблемы и сложности на но уже интересно что даже здесь мы можем начать думать как следить за своими словами я помню что в рампом он давал урок своим ученикам и он сказал что он хочет говорить о плохой речь а плохой речи как у людей и ну плохой язык но люди уже думали что мы же какие-то ругательства какие-то что-то и он говорит что ему очень он говорит плохая речь для него пример был вот самокол это это по-английски говорит что когда человек не помнит какое-то название или что-то он говорит но вот как это нам называется это целое выражение как она называется на наяврите вариант килу как будто бы но но вот это это значит все эти слова которые мы используем как связь к чему-то это что слово выходит до того как мы обдумали что мы хотим сказать мы же должны что-то сказать мы же мы будем молчать есть известный раф рубин лайхтер один из главных учеников рап шлойме волбе он очень остроумный так у него ну очень мудрый человек и его не раз приглашали выступать на радио или на телевидении и он говорит что обычно на там когда тебе задают вопрос должен сразу же отвечать доверенно ожидает ответ ведь я привык что нужно думать тебе задают вопрос должен подумать это тогда лишь ответ а но там это время деньги там там если нет будет будет у нас это будет реклама поэтому он говорит что мне это мне это не ну не интересно выступать их местах потому что когда нам что-то нужно сказать нужно обдумать это поэтому часто слова которые мы используем как как связь как вот это вот вот как как это называется если ты не знаешь как то называется тогда подумай вспомни и скажи или спроси как назвать часто мы используем слова это только показывает что мы говорим перед тем как обдумать что-то и это опять же я помню что ученики авраампан были в шоке они не могли вот они скажут что но это уже слишком много но для нас мы иногда мы должны ставить какие-то более высокие мерки цели чтобы дойти куда ты добраться куда-то поэтому мы понимаем что в йом кипур например человек может добраться до огромнейшего уровня но что в йом кипур мы у нас очень осторожно мы не используем свою речь просто так находимся весь день молитвы в там где я молюсь вешиве там начинается молитва около 6 утра кончается в 6 вечера у нас 10 минут пауза перед неила чтобы получить мусар получить какую-то книгу чтобы себя как-то приготовить к главной последней молитве это значит что и у меня не было шанса испортить мой речь все мой день весь мой день я говорил молитвы я говорил виду я говорила мог что-то выучить еще но тогда мы даже за один день можем подняться на огромную и во время наилы уже наши слова они реальность поэтому мы баязу сашем чтобы не отчаиваться как мы сказали надо помнить что в этот путь не испытывает творца и стараться как можно выше подняться чтобы мы у нас был еврейский взгляд на жизнь начать работать и мы увидим что сразу же наше окружение тоже это это почувствует и она будет подниматься вместе с нами как как мы используем нашу речь чтобы когда мы в следующий раз открывали на свой рот чтобы это было ло яхл чтобы это не было испорчено речью чтобы у нее было именно ясно чтобы у нее была та сила тот огромнейший потенциал который у нас есть который наша нишама и наше тело она именно соединяется это дибурь и бэзо сашем чтобы наши молитвы были услышаны спасибо